Ух, ребят, тяжелый какой-то стрим был. Хочется уже в постель лечь. А что я, собственно, и сделаю. Хорошо, как, господи. Еще бы лучше было бы, чтобы я завтра проснулась не в холодной Москве, а в каком-нибудь теплом, классном, добром и солнечном Таиланде. Ох, если бы. Божечки-кошечки. Ребят, походу я в Таиланде. Ребят, походу я в Таиланде. Очень популярная тема в Таиланде, да и вообще в Азии. То есть и в Гонконге, и в Японии это очень распространено. То, что у них выведены все провода вот прям наружу, это все видно. Я слышала, что это из-за того, что у них часто происходит землетрясение, и как бы нельзя просто это все держать под землей, поэтому они все это выводят. Смотрится это, конечно, сомнительно, кому-то прям очень не нравится, а я могу сказать, что я в этом вижу какой-то даже шарм. Я это воспринимаю, как какие-то такие лианы, что ли. Как будто бы лианы такие, как городские. О, поехали, поехали. Как сказал один мой знакомый, ИГИЛ. Очень сладко и вкусно. Что мне дико нравится еще в Таиланде, ну и, в принципе, вообще во многих азиатских странах. Family Mart. Family Mart. Моя любимая японская сеть. Хотя вопрос, японская ли? Или, может быть, опять у этого американцев, или еще у кого-нибудь японцы и азиаты забрали себе? В Японии такие магазины называют комбини. И давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там есть. Интересно же, да? Ну, здесь сразу можно, если что, если хочешь, отведать сосисок. 29 бат сейл. Сосиски прям норм. И по-японски написано ой-си. Ями, значит. Вкусно. Ями, значит, перевела для вас. Типа, да? Я, честно говоря, еще с Японией обожаю тему о нигири. Даже у нас в Москве в Азбуке Вкуса можно найти такие вот рисовые треугольнички. Для меня это дикая радость была увидеть, что теперь они здесь есть. Потому что когда два года назад я была в Таиланде, их не было. Пожалуй, возьму себе такой один. О нигире такой какой-то суховатый, да? Тусовка у Family Mart. Обычно у Family Mart тусуются всякие как раз вот эти вот, про которых я рассказывала в видео про парики. Японские бандиты, гопники, янки. Они вот так вот сидят на гортах около своих комбини. Они хотят зайти внутрь, но их не пускают. А вот это я в прошлый раз еще видела в Таиланде. Они зачем-то красят собак своих. Это так странно, честно говоря. Здесь видите, они собачки брови просто нарисовали. Здесь живут петухи. Не знаю, такое чувство, что они их держат для того, чтобы потомок на эти петушины бои отправлять. Здесь некоторые люди прямо за гранью бедности как будто бы живут. Посмотрите, они конкретно живут вот... Что это? Это как похоже на какую-то беседку самодельную, а рядом с ним, мне кажется, или это бигвам? Знаете, я недавно играла в компьютерную игру Resident Evil, и там как раз все происходило в каких-то похожих условиях. Серьезно? Таиланд, он местами какой-то вот очень заброшенный. Кажется, что сейчас внезапно на тебя побегут тайские зомби. Посмотрите, это что? Какой странный забор. Ладно, идем дальше. Куча каких-то щенков бегает, каких-то крупных щенков. Смотрите, только стоило сказать, и сразу вот они, малыши, появились. Вы хорошие, вы хорошие, да. Масечки, но они все боятся людей почему-то. А все потому, что их они разрисовывают, да. Вам не нравится, когда вас разрисовывают? Нет, не нравится, не нравится совсем. Да. Даже... О, о, щит, вы посмотрите на это, ребята. Что это за странные какие-то постройки? Это что вообще? Так и не разглядеть вам отсюда, да и мне как-то слабо видно. Похоже на какой-то домик на дереве. Но, я серьезно говоря, здесь все выглядит абсолютно заброшенным. Ага. Вот что. Мини-март кофешоп. Я даже не представляю, что там может произойти в этом кофешопе. Зайдешь туда, а там история, как в хостеле или в Пиле. Огородились называется. Видите, типа вход воспрещен. Замечательно. Флаг какой-то висит, а сверху тоже какая-то смотровая площадка, видимо, чтобы наблюдать за своими узниками, своей территорией. А вон машина стоит. О, божечки, кошечки. The fuck is going on here? Это что? Что это за сюр? Я говорила уже, что Таиланд это такой трэш. Трэш. И посмотрите, вот он, пожалуйста. Ладно, машина, да, такие я видела. У скейбордистов, сноубордистов. Но это что такое? Что это за господа такие? Real estate. То есть они предлагают здесь пожить кому-то. А здесь написано, кстати, между прочим, sweet home. Что, ну, да, наверное, с такими стражами располагает к себе. Наверное, хочется кому-то здесь пожить. Но это очень необычно. У него отваливается рука, у этого человека уже, к сожалению. Blue state chairman. Blue state, синий штат, chairman, председатель, председатель синего штата. Или, может быть, голубого штата. Ну, мне кажется, нас туда не пустят. Но на самом деле в Таиланде много чего еще интересного. Вон тайские школьницы идут. Да. Они... Типа, мы делаем вид, что снимаем меня. На самом деле снимаем их на заднем плане. Тайские школьницы возвращаются с занятий. Они сразу немножко косо посмотрели в нашу сторону. Но теперь-то они не могут посмотреть. Ведь на спине глаз у них нет. Затонки, точнее. А вот какой вот человек колоритный проехал. Лучший школьник школы. Паттайя-сити-скол. А что это такое, непонятно, потому что на английском вообще ничего не написано. Но, тем не менее, довольно симпатично. Здесь очень много русских, поэтому для них тоже делают вывески, как для японцев и для немцев. Поэтому такое вот можете здесь увидеть тоже. Любят они, конечно, Японию. Всякие японские штучки. Это вот в одном из магазинов такое. А внутри там у них Аспробой. Японские штучки. Японские штучки. Найс, вери гуд. Вот, человек собирает свою собственную коллекцию Астробоев и японских всяких штук. Здесь, смотрите, Годзилла и другие разные японские обадки. Здесь есть какие-то прикольные тайские снаки. Снеки. Это вот такие водоросли, но они чем-то острым покрыты и из-за этого такие специфическим вкусом обладают. Честно говоря, в прошлый раз пробовала, и мне не очень понравилось. Какие-то рыбки солененькие. Пивасику, да, ребят? А пивасик здесь тоже есть, кстати. Это вот Леолайт. Синха какой-то. Не знаю, что это за пиво такое, честно говоря. Водичка. Знаете, я что люблю? Японские газированные напитки. И здесь, наконец-то, есть мой калпис, который я люблю. Калпис это такая, знаете, вода с привкусом молока. То есть туда, скорее всего, добавляют... Смотрите, написано йогурт флейву. Флейвор, блин. Флейвор, ну вкус йогурта. Туда, по-моему, добавляют какие-то молочные сыворотки, что ли, или что-то типа того. Туда, по-моему. Как вам такое чудо? Специально для немцев. Какой-то рыночек попался здесь на глаза, здесь сидит много народу сразу и кушают, то есть они себе вот эти фруктовые все штуки заказывают, но не только фруктовые, там чуваки пива спьют, если видите. Рыба здесь какая, смотрите. Гигантские просто громадные омары, а здесь вот такие крабы. Если лучше быть красным в World of Tanks, то вот таким. Это самое известное заведение, в котором вы можете посмотреть на тайских трансвеститов, Tiffany's, насколько я знаю, она называется. Очень много американцев каких-то приезжают и снимают себе абсолютно непонятных каек, которые потом проводят в Казахстане. У нее просто попа торчит. Как бы это здесь норма. Норма. При том, при всем здесь абсолютно нормальные торговые центры, такие даже очень примодненные. смотрите, здесь, например, есть магазин торгующий японской посудой, как я поняла. Мама говорила, что я принцесса. Как вам такой вариант, ребят? Я говорю, это здесь распространено. А это улица, типа у них красных фонарей, на которых можно девчонок поснимать. Но они, типа я слышала, закрывают лица руками, когда видят, что их снимают. Но пока что никто ничего не закрывает. То есть сюда часто, я вижу, приезжают американские туристы. И не только американские туристы. Снимают себе здесь девочку или нескольких. И не важно, как ты выглядишь. Господи, платишь денежки и приходит кто угодно, кто тебе нужен. Пожалуйста, на вкус и цвет здесь полно всяких разных девушек. И все они готовы с тобой провести время. Они сидят здесь, отдыхают, ждут своих клиентов. И закрывают руками лицо. Видимо, им не нравится то, чем они занимаются. Видимо, они не хотят здесь работать. И все они готовы с тобой. ПОМАЛИЯ, ВСЕЛАЯ, 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 ВСЕЛАЯ. ЗВУКО ВСЕЛАЯ, ВСЕЛАЯ ГРУКО ВСЕЛАЯ! Аниме А в начале этой улицы вы можете приобрести себе замечательный костюм И после этого сразу же отправляетесь сюда На самую главную улицу в Паттайе с проститутками Кто бы что ни говорил, а здесь все-таки самый вкусный супец А я всего лишь хотела поиграть в World of Tanks А мне они дали Вот опнусь в этом супе Я практически везде в Москве попробовала этот тайский суп Но так как в Таиланде все-таки никто не делает его хорошо Вы слышите это? Какое-то нереальное количество птиц сидит на дереве Птиц не увидите, но это все с этого дерева Все, ребят, я устала Вот пью матча Это, ну, матча Матча Это зеленый чай Такой вкусный Замороженный здесь он Я сегодня устала Ложись спать Всем пока До следующего влога